Уважаемые коллеги, я рада приветствовать вас сегодня в нашей гостеприимной школе. Сегодня мы с вами в рамках недели функциональной грамотности собрались на мастер-класс. Цифровые лаборатории, а именно с ними сегодня знакомят учителей, до конца 2024 года появятся во всех школах Подмосковья. Они внедряются на базе федеральной сети образовательных центров «Точка роста» и призваны расширить возможности преподавателей не только в области химии, но и многих других дисциплин. Межпредметные связи, они были всегда. То есть уметь выделять главное, анализировать, делать выводы. Это же можно по любому предмету. То есть вот этому мы давно уже так работаем. Сейчас, может быть, что-то еще новое услышим, тоже будем применять. Своим опытом с коллегами на этом мастер-классе делятся те, кто уже активно использует цифровые лаборатории преподавательской деятельности. Учителя Бутовской школы номер один не только рассказали, но и показали, как это работает. По сути, лаборатория состоит из нескольких приборов и специального программного обеспечения. Анализ можно сделать в виде таблицы, графиков, мы можем их распечатать. Если мы раньше проводили с помощью лакмусовой бумажки, индикаторов, и мы не знали, да, ну, примерно, а сейчас это более точно, это современные технологии. С применением цифровых лабораторий можно не только проводить качественные исследования в ходе уроков и внеурочной деятельности, они позволяют учащимся реализовать различные проекты во многих других сферах, например, в области экологии. Есть определенные оборудования, которые можно использовать не только в неурочное и в неурочное время, но и взять с собой в какое-либо другое, в окружающую среду, чтобы измерить, например, частоту воздуха, узнать частоту водоема, почвы и так далее. Подобные обучающие семинары проводятся в Ленинском округе на постоянной основе. Максим Козлов, Кирилл Иванов, Елена Кошелева. Видное ТВ.